Субтитры делал DimaTorzok Но что делать, зима, снега навалила по колено, а где и по пояс, когда он у нас сойдет непонятно, когда просветлеет вода тоже непонятно, но думаю к июню должно. Потом уже будут полноценные такие целенаправленные рыбалки. Ну а сейчас пока продолжаем готовиться к сезону, готовим всевозможные снасти и остальные приблуды. Сегодня хотелось бы показать несколько новых приобретений. Это вот такие же головочки от фирмы Decoy серия WS38. Чем они примечательны, я вам немножко попозже покажу, когда камеру переставлю. Ну и еще взял вот такие вот коробушечки. Я вам их уже показывал. Одну это Mecha Versus. Ну я брал средний вариант. Вот здесь взял еще большую и малыша. Все это приобреталось на BigBase. Ссылочки на продавцов я под видео оставлю там. Кому нужно, можете обращаться, покупать. Либо так просто зайдите, посмотрите. Ну сразу скажу, что, например, коробушки я брал во Владивостоке. Они до меня, до Кузбасса долетели буквально за три дня. Это из Москвы приехала. Ну тем не менее, авиапочта 3-4-5 дней. В принципе достаточно быстро. Сейчас камеру переставим и более подробно остановимся, что же это такое. Сначала, наверное, остановлюсь именно на коробушках. Значит, что это за коробушки? Как я уже сказал, это Mecha Versus. Такие коробочки я давненько присматривал. Одну взял. Средний размер в линейке их три размера. Это вот самый большой, 11 на 11 сантиметров. Это самый маленький, 6 на 6 сантиметров. Брал, как я уже сказал, на Бильбетсе. Достаточно интересные коробочки такие, баночки. Они предназначены, как я уже говорил, в предыдущем видео, для хранения силикона, который у нас находится в растворах аминокислот, аттрактантов и тому подобное. То есть, которые должны находиться, обычно они из биоразлагаемого материала, которые должны находиться непосредственно в самой этой жидкости. Потому как, вытащив ее жидкостью, эта приманка превращается, не пойми в что. Достаточно плотная. Ту рыжую коробочку, которая у меня в сумке лежит, я ее там перекладываю, тут так положу, тут так положу, тут так положу и смотрю, протекает, не протекает. Пока не протекает. Ее взял для более мелких приманок. Это, в принципе, для дюймовочек. Хотел две взять, но наличие было одна, поэтому взял одну, такую и две вот таких, самых больших. То есть, эти коробушки будут уже под более, скажем так, крупный силикон. Относительно крупный. Ну, до 4 дюймов, думаю, нормально будет. На данный момент здесь два типа размера у меня находятся. Это от Беркель, здесь приманки Гульпова-Миноу. Гульпова-Миноу, хочу сказать, забегая вперед, что пришла еще одна упаковка. Ну, это будет следующий обзор. Еще одна баночка с 10-сантиметровыми такими же. То есть, я эти три типа размера положу в одну банку. Это будет у меня оперативный, так скажем, набор, который буду носить непосредственно на рыбалку. Согласитесь, что лучше носить одну такую баночку, чем три такие баночки. Это будет оперативный запас, который будет со мной. А это будут стратегические, которые будут находиться дома. Кто более подробно хочет узнать, что это за баночки, значит, смотрите. Я ссылку на обзор оставлю в подсказках. То есть, на данный момент у меня уже 4 штуки есть. Думаю, этого мне хватит вообще за глаза на все случаи жизни. Ну, а там посмотрим. Так, с этим разобрались. Что касается джиг-головок. Сразу хочу сказать, что в основном я рыбачу на шарнирном монтаже, если с микрухой. Но тут решил что-то попробовать. Потому что некоторые приманки, например, виброхвостики на шарнирном монтаже, они как-то не очень себя раскрывают. И так как приходится ловить в основном достаточно стесненных условиях, где много травы, там всевозможные коряги, кто видел мои видео, смотрели, да, где рыбачили постоянно какие-то там то кусты, то коряги на мелких реках и тому подобное. И решил взять вот такие вот джиг-головочки. Как я уже сказал, брал их тоже на битбете. Ну, они приехали с Москвы. Взял в трех, скажем так, типоразмерах. Ну, как в трех. Здесь вот самые большие взял. Три с половиной грамма. Обычно больше трех тарелок применяют. Ну, вот три с половиной грамма взял. Пусть будут на третьем крючке. Дальше. Значит, что у меня здесь есть? Так, один. Так, вот самые маленькие. Это 0,9 грамма. На каждой пачке здесь написано. И даже если здесь написано, например, в улсиях, ну, то есть сам вес джиг-головки, здесь внизу, рядышком, в граммах тоже подписано, чтобы не сидеть там, не пересчитывать и тому подобное. То есть это 0,9 грамма. Ну, практически хитрая мормушка такая получится. И взял также 1,8 грамма. Три пачки. Так, еще одна вот, два с половиной. Ну, тут достаточно ходовой размер. И 1,8 это вот самый такой, в принципе, обычно рыбачу там, ну, полтора-два грамма. Два с половиной. Основные такие веса. Здесь, это вот, три пачки взял 1,8 грамма, но они на разных крючках. На четвертом крючке я взял две пачки, потому что это самый ходовой, и взял еще вот на третьем попробовать. Что они из себя представляют? Многие, думаю, уже такими джигаловками ловили и ловят. Ну, для меня это вот будет первый опыт. Именно такой. Представляет она из себя вот такую вот джигаловочку с впаянным овсетным крючком. Сам груз у нас выполнен, так скажем, практически в форме пули, что способствует его отличному прохождению среди травы, среди коряжек и тому подобное. Ну, и сам овсетный крючок. То есть, получается, монтаж такой достаточно интересный. А так как я люблю ловить на всяких там кракозябр, раков и тому подобное, то думаю, здесь будет самое, что ни на есть то. Ну, а как они себя летом покажут по нашим мелким речкам, это мы с вами уже посмотрим немножко потом. Сегодня прийду домой, разложу это все по крабушечкам. И практически к сезону, можно сказать, готов. Идет там еще кое-что. Ну, это уже, скажем, щучья программа. То есть, для ловли щуки. Также, забегая вперед, сделаем анонтик. Здесь у меня еще кое-что интересного целая посылка пришла. Будем смотреть, что это за звери, что это такое. Ну, это уже будет немножко другой обзорчик. Так что, не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. На этом, пожалуй, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,